Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Поселок Сириус может отделиться от Сочи. Депутаты решили провести на этот счет публичные слушания. Голосуем в воскресенье. Для выбора новых скверов и площадок в Сочи откроются 24 специальных участка. Дорога памяти начнется с почты. Сочинцы могут увековечить память своих дедов в проекте Минобороны. В Сочи соберутся сильнейшие ходоки России. На курорте пройдет сразу несколько национальных турниров. Город в городе. Поселок Сириус может отделиться от Сочи. Решение об этом было принято на внеочередной сессии городского собрания. В ее рамках депутаты рассмотрели один вопрос. На основании обращения граждан мы сегодня провели заседание сессии городского собрания и назначили публичное слушание по преобразованию муниципального образования город-курорт Сочи, муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи и муниципальное образование городской округ Сириус. Публичные слушания по этому вопросу назначены на 26 февраля. Они пройдут в Малом зале Нового театра Сочи. Он находится в концертном зале фестивальной на улице Орджоникидзе. Начало в 9.00. Готовить муку по-турецки планируют на Кубани. Зарубежные инвесторы собираются открыть предприятия по переработке зерна в Ейске и Анапе. Об этом шла речь на встречу губернатора и руководства турецкой компании. Новое производство может стать еще одним экспортным окном для Краснодарского края. Тем более, что с сырьем для мельниц проблем нет. Дейермен – так звучит на турецком языке слово «мельница». На макете, который подарили губернатору заграничные гости, показана эволюция мукомольных производств. От первобытных каменных, средневековых ветряных до современных механизированных. Это мы хотим оставить вам, уважаемый губернатор. Это история мукоделия. Эта встреча должна была состояться на сочинском форуме. Перенос делового события не повлиял на планы сотрудничества с иностранными инвесторами. Компания «Петек Ун» – огромный концерн, представительство которого успешно работает в нескольких странах мира. В мире очень высокая конкуренция за торговые рынки, и производители стараются построить свое производство именно там, где находится сырье. Мы производим именно для экспорта стандартную муку, которую вы знаете, и мы являемся первыми в Турции, кто производит диетическую муку. Муку для диабетиков и детское питание. Интерес турецких мукомолов в Кубани вполне объясним. В прошлом году рекордный урожай зерновых и зернобобовых составил 14,5 миллионов тонн. При этом большая часть выращенной пшеницы – высокого третьего класса. Перерабатывают сырье в муку в крае только 60 предприятий, которые полностью закрывают спрос на внутреннем рынке. Однако свою продукцию за рубеж не поставляют. Увеличение несырьевого экспорта – одна из главных задач кубанской экономики, считает губернатор Вениамин Кондратьев. Мы сегодня экспортируем зерно, зерно хорошего качества, в 80 стран мира. И Краснодарский край является лидером среди всех регионов России по экспорту зерна. Но для нас принципиально важно, и, конечно, экспортировать зерно, но намного важнее перерабатывать его здесь, уже в рамках переработанного продукта. И не важно, что это будет – мука, либо изделия из муки уже экспортировать в другие страны. Я знаю, что в рамках ваших планов в нашем крае – это строительство двух мукомольных комплексов. Этот проект для нас очень важен, и мы готовы поддержать вас, чтобы этот проект состоялся. Мы рассчитываем на глубокую переработку пшеницы объёмом до 10 тысяч тонн в сутки. У вас очень высокое качество пшеницы, и сам Бог велел производить хорошую муку. И уверен, что тот, кто построит здесь современную мельницу, будет конкурентноспособным и принесёт большую пользу. Новая компания будет зарегистрирована в России, а это значит, что и налоги пойдут в местный бюджет. Кроме того, создание такого производства – это дополнительные рабочие места в агропромышленном секторе. Общая мощность, заявленная партнёрами – это переработка более 3 миллионов тонн зерна, в том числе и кукурузы, в том числе и нута, в том числе и пшеницы. Конечно, для нас это очень интересно с точки зрения того, что большая часть произведённого сырья будет переработана на территории Красноярского края, и продукты пищево-перерабатывающей промышленности, именно муки и комбикорма с добавленной стоимостью будут реализовываться уже мировым странам. Турецкая компания планирует построить мукомольные комбинаты в Ейском районе и Анапе. Выбор места не случайен. Рядом крупные морские порты – важное звено в экспортной логистике. Об опыте турок в мучном бизнесе говорит тот факт, что именно они занимают 23% всего мирового экспорта муки. Предприятие компании «Питек-Ун» уже есть не только в Евразии. Представители компании показали главе региона фильм о своём африканском филиале. Впечатляет ваш мукомольный комбинат в Африке. Я надеюсь, что в нашем крае, может быть, и лучше создадите в рамках совместного инвестиционного проекта. Для нас принципиально важно, чтобы перерабатывалась пшеница на этих комбинатах наша, кубанская. Потому что, на самом деле, у нас её достаточно для того, чтобы мы могли вам поставлять на пиро-работку. Нам за неё не будет стыдно. А вам за муку, которая будет сделана из кубанской пшеницы. В Краснодарском крае турецкие инвесторы пока не частые гости. Единственное крупное производство из этой страны на территории нашего региона было открыто больше 10 лет назад. Это завод по производству стеклотары в Крымском районе. Ориентировано предприятие на местных виноделов. Большая часть продукции – это бутылки для вина и шампанского. Компания развивается и сейчас штат сотрудников состоит примерно из 300 человек. Новое мукомольное предприятие имеет все перспективы расширить границы экономического сотрудничества между Россией и Турцией. Вкусное и здоровое питание каждому школьнику. Вице-губернатор Анна Менькова проверила пищеблоки и меню в нескольких учебных заведениях региона – в Краснодаре, Денском и Тимашевском районах. Куратор соцблока вместе с министром образования Еленой Воробьевой смотрели помещение столовых, пообщались с работниками и детьми. Визит делегации стал сюрпризом для образовательных организаций. В ходе общения школьники рассказали, что едой они довольны, но не везде есть разнообразие. Анна Менькова подчеркнула, что необходимо составлять меню так, чтобы ребенок мог выбрать завтрак и обед по вкусу. Дети отзываются о питании очень хорошо, им нравится, им вкусно. Но я смотрю, выбора нет. Мы сейчас были в Краснодарской школе и видим выбор из трех блюд. И это, конечно, альтернатива, в принципе, должна быть для любого ребенка. Любой ребенок имеет право на то, чтобы не выбрать, допустим, гречку, а выбрать картофельное пюре. Но что касается вашей новой школы, то, безусловно, здесь нужно подумать над тем, чтобы у вас был выбор принципиально важен. Мы работаем, это я разрабатываю. Анна Менькова также напомнила директорам учебных заведений о том, что президент поручила организовать бесплатное горячее питание для учеников начальных классов во всех школах страны. Средства на это выделят из консолидированного бюджета. Напомню, на Кубани завтраками и обедами бесперебойно обеспечивают 99% школьников. Это один из лучших показателей в России. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 15 февраля в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5 градусов. Днем 9, 11 градусов выше нуля. Температура морской воды 9 градусов. В Красной Поляне облачно. Возможен снег. Температура воздуха ночью минус 2, минус 4. Днем 6, 8 градусов выше нуля. Получить пособие на ребенка и материнский капитал можно будет по одному документу. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, уже в этом году для получения пособия на ребенка от 3 до 7 лет нужно будет предоставить заявление, а материнский капитал оформят на основании записи рождения ребенка в органах ЗАГС. Также Котяков отметил, что для этого нужно будет организовать полное электронное взаимодействие органов соцзащиты с органами, предоставляющими необходимую информацию, в том числе налоговой службы. А мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 14 февраля 1945-го советские войска заняли в Польше более 50 населенных пунктов. Ситуация осложнялась тем, что местность изобиловала озерами, ручьями и лесами. Это было очень удобно для обороны, но неудобно для наступления. Более того, в середине февраля в Польше началась оттепель, вскрылись реки, а по льду озер могла пройти только пехота. Советские командиры сделали ставку на легкие подвижные группы. Автоматчики обходили вражеские опорные пункты на берегах и внезапно появлялись в тылу. Такие точечные удары нарушали линию обороны фашистов между озерами и помогали прорваться основным силам. Теплая погода усложнила наступление и Первого украинского фронта за Одером. Маленькие речушки превратились в водные преграды. Солдатам пришлось тащить с собой понтоны и готовые мостовые фермы, чтобы под огнем быстро оборудовать переправу. В районе города Глагау наши войска захватили на аэродромах 345 немецких самолетов и 200 авиамоторов. В этот день газета «Красная звезда» написала о герое-разведчике Иване Бойко. Он 15 раз пробирался в тыл к немцам, участвовал в 30 засадах и 32 поисках. Со своей группой он захватил 72 языка, пустил под откос 3 воинских эшелона противника, взорвал склад с боеприпасами. За это разведчика произвели в младшие лейтенанты. Кстати, звание Героев Советского Союза за подвиги во время Великой Отечественной войны были удостойны 289 жителей Краснодарского края. Жители Краснодарского края смогут увековечить память о героях Великой Отечественной войны на страницах проекта «Дорога памяти». Проект реализуется Министерством обороны и Почтой России. 17 февраля во всех отделениях будут принимать фотографии участников Великой Отечественной. Их отсканируют и опубликуют в единой базе данных, а после вернут владельцам. Почтовое отделение есть в самых отдаленных населенных пунктах. Это позволит присоединиться к проекту всем жителям страны. Также в отделениях разместят информационные материалы о проекте с нанесенным на них QA-кодом. Он направит на страницу сайта, где можно самостоятельно загрузить фото. Дорога памяти – это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Прием фотографий продлится до 31 мая. Сочинцы смогут выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в 2021 году. Для этого на курорте будут организованы 24 специальных пункта для голосования. 16 февраля любой житель старше 14 лет, зарегистрированный в Сочи, сможет принять участие в голосовании за ту общественную территорию, которую необходимо благоустроить в первую очередь в следующем году. Пункты для голосования развернутся во всех районах города. Они будут открыты с 8 до 16 часов. Жители Адлерского района смогут сделать выбор – благоустроить сквер на улице Молокова либо в селе Красная Воля. Проголосовать можно будет в РДК «Адлер», а также на территории районной и сельских администраций – Нижнешиловского, Кудепстинского, Молдовского и Краснополянского округов. В Хостинском районе предлагается обустроить сквер в микрорайоне «Благодать» либо спортивно-оздоровительную площадку на улице Искры. Хостинцы могут проголосовать за один из объектов в пункте на территории РДК «Аэлита» на Бытхе, Дома творчества «Луч» в Хосте, Лицея номер 22 на Светлане или администрации Хостинского района. В Центральном районе жители могут сделать выбор – обустроить зону отдыха на Мамайке либо в микрорайоне «Донском». Проголосовать можно будет в семи пунктах – в Центральной городской библиотеке Ночайковского, в районном Доме культуры, в Санатории Октябрьском, в Кинотеатре Сочи, в Центре национальных культур «Истоки», в ДК «Юбилейный» или в здании администрации Центрального района. В Лазаревском для благоустройства в следующем году предлагается сквер рядом с городской больницей номер один, либо прогулочная набережная вдоль реки Псизуапсе. Выразить свое мнение можно будет в районной администрации либо в сельских округах – Салахоульском, Волковском, Верхнелаосском, Кичмайском, Лыготхском и Кировском. Напомню, горожан приглашают на голосование по благоустройству города в воскресенье 16 февраля с 8 до 16 часов в указанные пункты. Результаты будут объявлены 20 февраля, а работы по благоустройству проведут в следующем году в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды. В онкодиспансерах Краснодарского края 15 февраля пройдет День открытых дверей, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с раком. Профилактическая акция пройдет в онкодиспансерах Армавира, Сочи, Ейска, Краснодара и Новороссийска. С 9 до 16 часов все желающие без предварительной записи и направления смогут получить консультации онкодерматологов, мамологов, лор-онкологов, онкопрактологов, онкоурологов и специалистов УЗИ. В Краевом Минздраве пояснили, что цель акции – выявить заболевания на ранней стадии, а также проинформировать население о факторах риска развития злокачественных опухолей. У россиян четыре медали в трех дисциплинах. В Сочи сегодня разыграли первые награды первого в истории нашей страны домашнего чемпионата мира по санному спорту. Соревнования начались сегодня на санно-бобслейной трассе «Санки» в Красной Поляне. На чемпионат в Сочи приехали более ста спортсменов из девятнадцати стран. Программу турнира сегодня открыли соревнования мужских экипажей «двоек». В этом виде программы золото завоевали россияне – Александр Денисиев и Владислав Антонов. Они обошли экипажи из Италии и Германии. В женском спринте у нас золото и серебро. Их выиграли Екатерина Катникова и Татьяна Иванова. В мужском спринте золото также завоевал россиянин. Роман Репилов обошел австрийца и итальянца. Добавлю, что завтра будут разыграны награды в личном женском турнире и заездах на санях «двойках». Завершится чемпионат в воскресенье мужскими заездами и командной эстафетой. В Сочи соберутся сильнейшие ходоки России. На курорте пройдут командный чемпионат России среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек по спортивной ходьбе. А также всероссийские соревнования «Юный скороход». 17 февраля спортсмены будут соревноваться на трассе «Формулы-1». Там будут проложены три дистанции – 10, 20 и 35 километров. Во второй соревновательный день, 18 февраля, ходьба переместится на центральный стадион. Там на старт дистанции 5 и 10 километров выйдут девушки и юноши. Межрегиональные соревнования по ходьбе «Юный скороход», которые также пройдут на стадионе – это соревнования юношей и девушек младше 16 лет на дистанции 3 километра. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин